Привет, народ! Чубайс предложил ввести налог на возраст. Произошло это во время его выступления на Гайдаровском форуме. Политик заявил, что человек чем старше, тем больше болеет, а значит больше обращается к врачам. Его очень смущает, что он здоровый платит такие же налоги, как и больные пенсионеры, и не понимает, почему же на его отчисление лечат и пожилых людей в том числе. Чубайс считает, что от пенсионной реформы одни только плюсы. Пожилые люди станут более обеспеченными, вот потому-то и нужно ввести новый налог. Чтоб старики не висели на шее у молодежи. Кстати, это была цитата, а мы начинаем. Пока иностранные граждане за зарплаты шестью нулями вещают нам о величии России, половина россиян смотрят на все это с завистью, ибо благо эти, которые официальные лица нам показывают, им недоступны. Я сейчас про тех, кто живет не в мегаполисах и даже не в областных центрах. Рядом с Екатеринбургом находится настоящий заповедник Средневековья. Называется он Каменский район. Здесь уже все прогнило и рассыпается, а люди уже несколько лет как на пороховой бочке живут. Замерзнут они ночью или их затопит кипятком. Это как лотерея. Что будет дальше, никто не знает. В Каменском районе, что находится в 50 километрах от Екатеринбурга, вот уже несколько лет коммунальный коллапс. В поселке Первомайске ликвидировали котельную. Жители многоквартирных домов обогреваются буржуйками. Дровницы устроили прямо под лоджиями. Те, кому купить печку и оплатить ее установку в благоустроенной квартире непосредством, живут вот так. Зимой, когда мороз, у меня в этой комнате она всегда закрыта, потому что согреться невозможно. Там 10-8 градусов зимой, когда холодно. Батареи не греют. С этой стороны ни здесь, ни в кухне никогда. Всю зиму вот так живу. Телевизор у меня в той комнатке, я живу в одной комнатке. Телевизор у меня там, потому что он здесь даже не работает. Обратите внимание, первым делом она перетащила в единственную жилую комнату телевизор. Ведь это тоже своего рода обогреватель. По нему можно посмотреть сюжеты о том, как россиянам хорошо живется. И ведь на душе сразу станет теплее. Менталитет у наших людей такой. Что ж поделаешь? Чтобы хоть как-то согреться, люди утепляются, как только могут. Эта женщина делает все своими руками. Где не может сама, зовет на помощь знакомых. Это мы запенили, Витя запенил. А это забиты двери, чтобы не вылетали. Вот это я кирпичами заложила. Вот это кирпичами. А что, оно все равно весь холод. Проблемы жителей могла бы решить газификация. И потому 6 лет тому назад их дома оборудовали газовой разводкой. Но отдушины сделать забыли. Потому газа селяне так и не увидели. Впрочем, и трубы, установленные на деньги федерального бюджета, уже проржавели. Но, несмотря ни на что, жители Первомайского исправно платят за отопление 12 месяцев в году. Квитанции за тепло приходят даже летом. Мы платим круглый год. У меня есть официальная бумага, где наша управляющая компания ответила мне, что вот по этой формуле мы платим без поправочного коэффициента. Счета за неоказанные услуги по обогреву квартир домокловым мечом нависли над всеми жителями многоквартирников Каменского района. В поселках Мартюш, Колчедан и Позариха в прошлом году произошла целая череда коммунальных аварий. Из-за чего целый месяц почти 10 тысяч человек оставались без тепла. Жители грелись у костров и в машинах. Кто мог, сам чинил систему отопления. И теперь им пришли счета за неоказанные услуги. В ноябре месяце, по-моему, нам выставили счет за 10 тысяч 80 за двухкомнатную квартиру. Мы, значит, не заплатили, нам идут пении. А за что платить? Вопрос риторический. В подвале этого дома несколько лет назад прорвало трубу отопления. Позже от коррозии пострадала и канализация. Пар разносит смрад от нечистот по всему дому. Здание уже трещит по швам. Внутри жить невозможно. Сначала было все вроде как нормально. На следующий год мы стали задыхаться. Потому что в квартире пошла плесень. Дышать невозможно. Я не могу. Я сплют на этом диване. И вот посмотрите, что творится. Как я должна жить? Это немыслимо. Мы обращались везде. Все продукты на столе оставляешь. Соль, сахар, специи. Это все мокрое. Подобные проблемы по всему району. Подвалы затоплены. Проводка замыкает. Люди боятся потерять в коммунальной войне свое имущество, приобретенное в кредит. Вот проходите, посмотрите, что творится. Обои все отпали. Стена сырая, уже поролон там подложили. Потому что спать невозможно. Бежит там все. Вот так вот берем, выжимаем по три ведра со шкафа купе. Вот так вот рукой снимаем вода. Все, вода была. Они приехали, поглядели, все, ничего. Я говорю, ваше счастье, что шкаф купе мы сохранили. Мы потом пленку постели, чтобы на него не бежала вода. А я все-таки в кредиты его сделаю. В селе Новоисецкое другая проблема. Там жилые дома топит канализация. Елизавета Верхотурова уже много лет воюет с чиновниками. Но ВОЗ и ныне там. Вот видите, с чего она начинается? Ой, тихоньку только. Ой, я дальше не пойду. Вот дальше, дальше. Пройдите, пожалуйста. Я боюсь скользко. Вчера вообще вода тут стояла. И никаких мер не можем найти. Боремся, боремся. В Новоисецком очистные сооружения остановили и осушили. Все сливается в этот колодец. Куда идут стоки, непонятно. Зато все предельно ясно в соседнем селе Колчедан. Здесь оно самое прямиком течет в реку. Вот этот ручеек образует целые водопады. А лед характерного цвета. Местный житель Владимир Спирин уже ездил по этому поводу к губернатору на прием. Глава района Сергей Белоусов пообещал руководителю региона решить все проблемы. Но ничего не изменилось. Кстати, чиновник предложил мужчине поехать вместе в одной машине. Да не хочу я с ним ехать, понимаешь. Просто не хочу. Человек мне, который не нравится, что ли, так скажем. Не то, что... Меня не снимает еще? Нет, нет еще. Уже снимаете? Подождите, я просто... Подождите, не снимайте. Просто это, честно говоря, ***. Я его не могу больше назвать. Чисто вот так вот. Тем временем бытовые условия главы района куда лучше, чем у жителей. Отдельный коттедж, автономное топление, да и канализации вроде не топят. Но вот зарплата чересчур уж высокая. Выше, чем у мэра Москвы Собянина. Видимо, за такую хорошую работу. Здание районной управы находится на территории соседнего муниципалитета. И оно весьма и весьма скромное. Именно в этом здании, что у меня за спиной, работает, похоже, самый богатый мэр России Сергей Белоусов. Как же так получилось, что вверенный ему район мерзнет и топит фекалиями, а Белоусов получает такую зарплату? Сейчас выясним. Как так получилось, что зарплата у вас больше, чем у господина Собянина? В смысле? Ну, вот так вот, посмотрите. Что за глупый вопрос? Ну, то есть без комментариев? Нет, почему без комментариев? Есть заработная оплата моя. Я считаю, что она никак не может быть выше, чем, как вы выразились. Ну, мы смотрели декларации Собянина. Ну и что? Собянин скрывает доход. В смысле скрывает? Ну, у вас зарплата выше, получается, доход выше, чем у Собянина. Причем здесь Собянин и причем здесь я? Если у вас есть сомнения по моему доходу, вы можете обратиться в органы прокуратуры. Они у нас контролируются. Понятно. А раз органы прокуратуры у них контролируются, то на все последующие вопросы, например, о состоянии коммунального хозяйства в районе можно и не отвечать. Вот смотрите, давайте мы будем с вами общаться в письменном виде, потому что вы задаете вопросы, получаете ответы одни, потом при монтаже своего ролика делаете по-другому, поэтому я предлагаю вам общаться в письменном виде. Кстати, о зарплате мэров. Небольшая инфографика, автопчик такой своеобразный, не обессуйте. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский зарабатывает 2 миллиона 500 тысяч рублей за год. Бюджет Екатеринбурга составляет свыше 42 миллиардов рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин зарабатывает чуть более 6,5 миллионов рублей за год. При этом бюджет Москвы чуть не дотягивает до 2 триллионов рублей. Мэр Берлина Клаус Воверайт в переводе на рубли зарабатывает чуть более миллиона за год. При этом бюджет города также в переводе на рубли свыше 280 миллиардов. Бюджет Пекина больше, чем бюджет Москвы. Но мэр китайской столицы Джэнь Цизин зарабатывает 985 тысяч рублей за год. Кстати, это средняя зарплата по Пекину. Ну и в завершение Прокаменский район. Бюджет чуть более миллиарда, а доходы главы почти как у столичного городоначальника. А вместе с супругой, которая зарабатывает куда больше жителей района, сельский князек переплюнул московского городоначальника и глав ключевых городов мира. Когда запахло жареным, Белоусов стал рассказывать лояльным местечковым журналистам сказки о том, что это вовсе не зарплата, а доходы от продажи имущества. Но тут возникает другой резонный вопрос. На какие такие средства чиновник приобретает это самое имущество? Кстати, когда эта программа уже готовилась к эфиру, супругу доверенного лица Белоусова, депутата местной думы Александра Шахматова ограбили. Украли у нее 64 миллиона рублей наличными. А как так объяснить людям, что все в районе плохо? Да как же еще? Во всем же виноват Трамп. Посмотрите, что у нас получается. Раз район на дотации. Мы ничего не можем, что ответственность сделать. Но вы не забывайте, что есть санкции, которые объявлены против нашего государства. Не, ну а зачем что-то новое придумывать? Достаточно Киселева послушать, и на 7 бед будет один ответ. Тем временем, чтобы ссор из избы не выносился, местные чиновники выбрали весьма странный способ общения с журналистами. Вот смотрите, сотрудники полиции по приказу чиновников выводят журналистов с открытого, подчеркиваясь, заседания местной думы. За то, что те камеры не выключили по команде, когда начались неудобные вопросы к главе. А вот уже первый заместитель главы района Алексей Кашкаров, недолго думая, вообще решил сбить оператора, который снимал неадекватное поведение главы думы. Эй, 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 что, тротуар же, вы что? Тротуар тут, да? Тут же тротуар, вы на меня наехали? Вы наехали, вы вызывайте ГАИ. Люди, уставшие от бездействия и противодействия властей в полном соответствии с уставом района, создали инициативную группу по отзыву главы. Эта группа прошла все круги ада, вернее, все процедуры, предусмотренные законом. Но, к сожалению, по закону это дело до конца, увы, не довести. Еще и проблем хапнуть. Мало того, что нам не удалось отправить в отставку главу, так нам еще после этого начали мстить. Нас начали таскать в следственный комитет к некому следователю Капустину, который допрашивал нас с большим пристрастием. Так вот оно, какое оказывается это величие России. О том, как с таким величием бороться, рассказал депутат законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер. Посадить 15-25 лет, как при социализме, 15 лет далее, все, сиди, голубчик, и на стройку народного хозяйства. Обязательно на стройку народного хозяйства. Не сидеть в камере там, знаете, в нарды играть. Не надо. У нас очень много проблем в народном хозяйстве. Пусть ямы копают, пусть дома строят. Вот сейчас этих чиновников, которым наплевать на нужды Каменского района, арестовать и вперед в подвал, вычищать подвал там, где сегодня у нас проблема. У него хорошая машина, хорошая дача, жена, гавана, сигара, в руке бокал. Ну, разве в таком состоянии можно думать о людях? Да зачем? Зачем? Он думает об одном, где бы еще что-нибудь. Вот и все. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите нас в соцсетях, добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...